Всем привет! Из-за того, что ролик по курфюрству собрал достаточно много теплых отзывов и подобный формат вам в целом зашел, то продолжаем подобную практику. Так, о чем же мы сегодня с вами поговорим? Думаю, нетрудно догадаться, что о Су-27. Обсудим сперва его характеристики, особенности как в жизни, так и в авиасимуляторе DCS, а под конец мы обсудим двух его братьев, Су-33 и G-11. Ну а теперь, давайте начнем. Итак, Су-27 это многоцелевой тяжелый истребитель четвертого поколения. В DCS представлена одна из первых его серийных модификаций. Иногда его называют Су-27С, где С это серийный. Самолет обладает 10 точками подвески, внушительным арсеналом, 30-мм пушечной установкой и, помимо РЛС, что очень важно, оптико-локационной станцией, про которую мы поговорим с вами чуть позже. Самолет оснащен двумя двигателями АЛ-31Ф, тягой на форсаже по 12,5 тысяч килограмм сил каждый. Этого хватает, несмотря на самую большую массу самолетов в своем классе, чтобы разгонять его до приличных скоростей, но разгонные качества все-таки страдают. Кстати, примечательным Су-27 является его аэродинамика и система управления. Многие знают, что этот самолет, как говорят, аэродинамический статически неустойчивый, но на самом деле его устойчивость по углу атаки близка к нейтральной при большинстве центровок. А сделано это для снижения потерь подъемной силы на балансировку, так как на устойчивом самолете сила на стабилизаторе направлена вниз и вычитается из подъемной силы самолета. Согласен, звучит очень страшно, непонятно, поэтому давайте продемонстрирую вам все это более наглядно. Итак, сперва на примере устойчивого самолета. Предположим, F-4 Фантом. У него есть подъемная сила, создаваемая его различными частями, и центр масс. И уже можно заметить, что из-за их расположения самолет даже при нулевом угле атаки будет находиться в своего рода дисбалансе, а сохранять баланс будет создаваемая стабилизаторами уравновешивающая сила. И при выходе на больший угол атаки самолету потребуется, во-первых, большая уравновешивающая сила, что приведет к потере подъемной, так как вся затрачиваемая на балансировку уравновешивающая сила вычитается из подъемной. А во-вторых, возрастет балансировочное сопротивление, так как придется отклонить сильно стабилизатор. Теперь давайте посмотрим на неустойчивый самолет, то есть Су-27. И вы наверняка обратили внимание на расположение его подъемной силы, а также центра масс. То есть даже с нулевым углом атаки он будет сбалансирован, ему не требуется дополнительной уравновешивающей силы. Ну и по тем же весам это также можно заметить. И при выходе на тот же самый угол атаки ему потребуется меньше уравновешивающей силы. Получается, что и балансировочное сопротивление будет меньше, и потеря подъемной силы также будет меньше. В этом и заключается главное преимущество неустойчивых самолетов. И казалось бы, отлично, но если бы не компьютер, предусмотренный в системе дистанционного управления, или СДУ, то самолетам было бы просто-напросто тяжело управлять. И вот как раз таки во фланкере СДУ управляет всеми каналами, но реальное дистанционное управление осуществляется только в канале тангажа, а в каналах крена и направления существует механическая связь. Истребитель маневренный и легко управляется во многом за счет этой самой СДУ. Она обеспечивает Су-27 искусственной устойчивостью, управляет носками крыла, отклоняя их оптимальным образом при маневрировании, а также с помощью ограничительно предельных режимов, или ОПР, который не допускает выход на запредельные углы атаки и превышения перегрузки, при том, до текущей массы самолета. То есть вы летите с полными баками и тянете ручку до упора на себя. Самолет будет развивать перегрузку максимум 5G вместо 9, что убережет вас от повреждения или даже разрушения планера. ОПР ограничивает ход ручки по тангажу и крену специальными штоками, которые можно пересилить, если пилоту это понадобится. Кто-то мог подумать, что именно так Су-27 выполняет Кобру, но нет. У СДУ есть резервный режим, именуемый жесткая связь. Но опять же, если без шуток, то в этом режиме компьютер перестает выполнять всякую коррекцию. И движения РУСа по тангажу передаются напрямую. В реальном самолете передаточный коэффициент можно менять, но в ДКС есть только коэффициент единицы. И поменять его не получится, так как я уже говорил модуль уровня горячих скал, то есть упрощенная авионика и все отсюда вытекающее. И допустим, на том же авиашоу пилот включает жесткую связь перед выполнением Кобры, после чего выключает его и продолжает пилотаж в нормальном режиме. Те, кто хоть что-то знают о Су-27, наверняка слышали, что одним из его преимуществ является интегральная аэродинамическая схема. Но в подобном решении есть и недостатки. Вообще, интегральная схема это плавное сопряжение крыла и фюзеляжа, при котором фюзеляж имеет высокие несущие свойства. Такой планер на сверхзвуке хуже, чем у самолетов традиционной схемы, например, таких как МиГ-21, а также в целом не располагает к достижению высоких динамических характеристик. У фланкера есть корневые наплывы крыла, которые создают вихри, увеличивающие устойчивость на больших углах атаки, а также уменьшающие перебалансировку на больших числах МАХ. Вместо отдельных элеронов и закрылков на Су-27 установлены флапироны. Они выполняют обе роли, при том управляются компьютером и отклоняются на оптимальные лвы при маневрировании. Су-27 это очень маневренный самолет, и несмотря на самую большую массу в своем классе, как я уже говорил в начале ролика, имеет высокие скоростные показатели, но разгонные качества страдают из-за все той же высокой массы и интегральной схемы. И в сравнении, допустим, с F-15C, имеющимся в модуле горячей скалы, Су-27 и правда выигрывает маневренности, но не в каких-то диапазонах скоростей, а за счет меньшей потери скорости на неустановившихся виражах, то есть доворотах. При этом в установившемся вираже F-15 может перекрутить 27-го за счет своей тяговооруженности, да и разгон у пятнашки сильно лучше. Надо сказать, что управляемость у Су-27 хорошая и приятная, но для обычного полета. А в бою, допустим, F-15C управляется четче и быстрее, особенно по тангажу, где у Су-27 реакция заторможенная. На высоких углах атаки, выше 26 градусов, сушка очень устойчива, но управляемость по крену пропадает почти полностью, даже несмотря на то, что СДУ подруливает рулями направление. Летная модель DCS позволяет нам ощутить одну из особенностей динамики этого самолета, то есть перевернутый штопор, из которого довольно сложно выйти, а случается он при неблагоприятных центровках и порой при неаккуратном управлении, где даже СДУ не уберегает нас от такого режима. Теперь давайте немного поговорим про нашу РЛС. Итак, локатор N001 на сушке достаточно мощный и хорошо видит цели на фоне Земли. Хотя доплеровский фильтр отсекает цели с радиальной скоростью меньше 200 км в час, а это значит, что вертолеты, летящие строго на нас, с меньшей скоростью мы не увидим, не говоря уже о целях, летящих под углом. А дальность, на которой радар сможет обнаружить самолет, летящий на нас, размерами примерно с F-15, это где-то 80-100 км, чего более чем достаточно, учитывая, что более-менее эффективный пуск по маневренной цели можно осуществлять примерно с 15-20 км. Это в самом лучшем случае с самой дальней ракеты в арсенале Су-27 Р-27ЭР. Да и вообще DCS наглядно показывает, что дальний ракетный бой – это бой всего на несколько километров дальше ближнего. Даже с применением самых совершенных ракет воздух-воздух DCS АИМ-120С. А это дает огромные просторы 27-му блеснуть своими возможностями в ближнем бою, ведь с его ракетами ближнего боя R-73 и нашлемной системой целеуказания вкупе с маневренностью можно уверенно выигрывать ближний бой у любых противников. И вот только F-18 с его нашлемкой до АИМ-9Х будет примерно на равных с более старым Су-27. Ну а в дальнем групповом бою американские самолеты, представленные в DCS, превосходят Су-27 за счет ракет с активной ГСН и за счет лучших локаторов. Сушка может пускать ракету только по одной цели. А еще в DCS есть возможность организовать полеты в онлайне в соответствии с тем, как боевую работу Су-27 подразумевалось осуществлять в реальной жизни конструкторами. То есть по наведению операторам боевого управления. При таком раскладе потенциал самолета раскрывается, и исход боя с самолетами типа F-18C и F-15 уже зависит в большей степени от тактики и подготовки пилотов. Стоит добавить, что обмен данными между ДРО и истребителями есть как у Су-27, так и у Хорната с пятнашкой. Кстати, поскольку я обещал вам рассказать про ООС, давайте немного затронем эту тему. Итак, оптико-локационная станция. Что же это такое и в чем ее главные, скажем так, преимущества? Подробно разбирать принципы работы давайте, пожалуй, мы не будем. Скажу лишь то, что это теплопеленгатор и лазерный дальномер, которые вкупе дают нам систему невидимую для противника. То есть в отличие от РЛС, которая неплохо нас палит, ООС не дает никаких излучений, кроме лазерного. То есть того, которое противник засечь просто не в состоянии. Также он будет не в состоянии отследить пуск ракеты, я уж не говорю про захват цели. Но у этой системы есть и огромный недостаток. Он заключается в том, что она не такая глазастая, как РЛС. Посудите сами, даже по цифрам. Максимальная дальность обнаружения того же истребителя, с учетом того, что будут благоприятные условия, и он будет лететь на максимальной тяге всего лишь 50 километров против 80-100 у РЛС. К тому же, чем хуже метеоусловия, тем хуже эффективность, ну и собственно захват тоже будет срываться у вас намного чаще. А ракеты, которые мы можем использовать вкупе с этим комплексом, у нас всего лишь две. Р27Т и Р27ЭТ, применение к которым даже находят в онлайне DCS. Что ж, теперь мы добрались до Су-33. Давайте сперва несколько его отличий от 27-го. Первое это ПГО, или переднее горизонтальное оперение. Оно призвано компенсировать возникшую устойчивость планера и создавать особый вихрь, увеличивающий подъемную силу крыла. Второе это складываемые крылья и стабилизаторы. Третье, двухсекционные закрылки и плавающие элероны вместо флоперонов. И трехсекционные носки крыла. Кстати, стабилизатор на Су-33 не отклоняется дифференциально при управлении по крену. Четвертое, установлен посадочный гак, а тормозной парашют убран. Плюс, дополнено оборудование для посадки на авианосец. Пятое, это усиление конструкции и стоек шасси. Передняя стойка теперь у нас с двумя колесами вместо одного. Шестое, добавлена система дозаправки в полете со штангой. Седьмое, добавлено две точки подвески. И теперь их стало 12 вместо 10, как на Су-27. И последний, восьмой пункт. Двигатели на Су-33 имеют особый режим с повышенной в сумме более чем на 600 кг сил тягой. И это не считая тех отличий, которые вы не почувствуете в симуляторе. Например, улучшение антикоррозийных свойств. Су-33 и правда сильно отличается по управлению и характеристикам от Су-27. Это почти что другой самолет. Более тяжелый палубный вариант истребителя, конечно, менее маневренный и хуже разгоняется. Но если включить особый режим, то можно получить почти такую же динамику. Конечно, этот режим предназначен для взлета с авианосца с высокой нагрузкой. Но когда вы находитесь в опасной ситуации воздушного боя, то все средства хороши. Российский палубник по скоростям посадки на палубу вполне на уровне F-18 и F-14. Чуть медленнее Хорнета, ну побыстрее Томкота. Кстати, на авианосец садится достаточно просто. Сложно разве что только попасть строго на нужный трос. И еще, что важно, на Су-33 есть автомат поддержания скорости. Он достаточно удобный, если приноровиться им пользоваться. Ну и напоследок немного, прям вот совсем немного про китайскую копию Су-27. На котором можно полетать DCS с модулем горячей скавой. Это G-11A. По большему счету это копия Сушки, только вся кабина на китайском. Также добавлены строевые огни наподобие натовских, да и множество окрасок разных китайских подразделений. А еще китаец может применять ракеты R-77 с активной ГСН, то есть они не требуют подсветки цели на определенных дистанциях. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился этот ролик, то оставляйте лайк и пишите комментарий. А также проверяйте ссылки в описании, там много всего полезного, в том числе и наша группа ВКонтакте. Ну а теперь спасибо за просмотр и удачных вам боев. Подписывайся на Гаджента.